Это нашло прекрасное проявление в нашей планетной системе, основываясь на знаниях о диаметре Земли и Солнца, о дистанции между Луной и Землей, о том, как разделяется орбита Земли, основываясь на всем этом, осознавая связь между звездной и человеческой системами, было развито и разработано многое. Один журналист спросил меня во время интервью с Адгуру. В древности, в Индии, так много людей работало над развитием человеческого сознания. Как вы считаете, кто в западном полушарии сделал самый значительный вклад в этой сфере? Я, не задумываясь, ответил Чарльз Дарвин. Он удивился. Как так? Чарльз Дарвин — биолог? Нет. В западном полушарии именно он выдвинул эту идею. Если жизнь проявляет стремление, она может выйти за пределы своих ограничений. Эти ограничения не были даны Богом. Они не абсолютны. Если человек готов стремиться, он может выйти за пределы своих ограничений. Даже свинья, способный стать слону, оказал жирафу. Это значительная перемена, не так ли? Об обезьянах я говорить не буду. Так что, если человек проявляет стремление, он может выйти за пределы своих ограничений. Около 15 тысяч лет назад возник такой вопрос. Значит ли это, что мы можем изменить свою физическую форму и эволюционировать? На что Ади-йоги ответил, «Ваша физическая эволюция завершена». И он объяснил всю математику, которая стоит за этим. Тогда его спросили, «Могут ли наши тела развиваться?» Он сказал, «В человеческой системе существует 114 точек соединения энергетических путей, которые в египетической системе называются чакрами. Всего есть 114 чакр. Две из них находятся вне тела, 112 — в теле. На 4 из этих 112 вы никак не можете повлиять. Они расцветут сами, когда все остальные будут активированы. Работать можно только со 108 чакрами. Именно поэтому принято носить 108 бусин, произносить мантру 108 раз, обходить энергетическое место 108 раз. Потому что для того, чтобы полностью овладеть механизмом под названием «человек», нужно сделать 108 вещей. Это нашло прекрасное проявление в нашей планетной системе. 108 диаметров Земли равны одному диаметру Солнца. Диаметр Солнца — это 108 расстояний от Земли до Солнца. Если умножить диаметр Луны на 108, получится отрезок, равный расстоянию между Луной и Землей. Даже орбита Земли разделена на 108 частей. Положение, которое занимает Земля по отношению к Солнцу, называется Накшатра. Всего существует 27 Накшатр. Накшатра — это не звезда, а единица измерения. Существует 27 Накшатр. И они составляют половину лунного цикла. То есть 27 Накшатр представляют 13,5 лунных месяцев. И таким образом строится лунный календарь. Накшатра делится на четыре пады, которые, в свою очередь, занимают период в одну восьмую лунного цикла. То есть примерно 3,5 дня. Умножаем 27 Накшатр на четыре пады и получаем 108 пад в году. Соответственно, год завершается по стечении 108 пад. Пад столько же, сколько принято носить бусин на шее. Таким образом, планета Земля в течение года занимает позицию каждой воображаемой бусиной огромного ожерелья под названием окружность Солнца. Основываясь на знании об этой связи звездной и человеческой систем, было развито и разработано многое. Поразительно, что в последние шесть лет нейроученые по всему миру говорят то же самое. Проводилось исследование, можем ли мы развить человеческий мозг за пределы его нынешних ограничений. Сегодня нейроученые утверждают, что человеческий мозг не может развиваться дальше, не из-за неврологических принципов, а из-за физических законов планеты. Единственный способ его развить – это увеличить либо размер нейронов, либо их количество. Если увеличить количество нейронов в мозгу, то пропадет ясность. Многие дети рождаются такими, они гениальны, но ничего не могут понять из-за отсутствия ясности. В процессе роста что-то в мозге будет естественным образом отмирать, и они станут уравновешенными. Если нет, то всегда будут рассеянными. Другой способ – увеличить размер нейрона. Но тогда количество энергии, потребляемой одним нейроном, будет непосильно большим. Даже, скажем, сейчас, когда вы в расслабленном состоянии, 20% энергии тела потребляется мозгом. Это очень энергозатратная часть вашего организма. Такое большое тело потребляет 80%, а такой мозг… Пожалуйста, не обижайтесь из-за размера. И такой мозг потребляет 20% энергии. Если увеличить размер нейрона, он будет потреблять от 30 до 40% вашей энергии. Организм не сможет его поддерживать. На сегодняшний день нейроученые утверждают, законы физики на этой планете не позволят человеческому мозгу урасти. Мы можем лишь научиться использовать его лучше, но увеличить его размер не получится. Об этом Ади Йоги говорил 15 000 лет назад. Он сказал, «Ваша физиологическая эволюция завершена из-за устройства Солнечной системы». До тех пор, пока в Солнечной системе не произойдут какие-то колоссальные изменения, вы не сможете эволюционировать физически. Но есть другие способы, чтобы эволюционировать. И он обучал методам, с помощью которых человек может преодолеть свои ограничения. Так как это не обязательно должна быть физическая эволюция. Это не значит, что у вас отвалился хвост, и теперь вам надо отрастить рога. Это значит, что есть другие пути эволюции, не связанные с физическим. Продолжение следует...